фатбайка от ли бист продается в триал спорте и он был куплен насколько я понимаю прошлой осенью одним человеком который очень много катается на велосипеде и далее этот человек решил произвести очень крутую модернизацию велосипеда скорее всего здесь был поменен руль скорее всего тут сидушка во именина но не суть человек поставил вперед очень маленькую звезду педали бэушные и поставил сзади вот такую-то интересную трансмиссию это оливия девятка сковородка сковородка у нас zip то производитель zid zto с алиэкспресса звездочка кривая расстояние между центральными зубьями вы не увидите в общем между вот этими зубчиками она разная звезды кривые короче кассет не работать приключать не работает велосипед якобы обслуживался где-то там в супер известных мастерских но передняя втулка у нас очень сильно закусывала мы ее протянули а задней втулкой я никогда такого не видел чтобы после магазина или после крутого обслуживания люфт кассеты был пять миллиметров то есть я вот так вот брал кассету у нее был люфт пять миллиметров пять миллиметров то есть не миллиметра не 2 не 3 а 5 миллиметров это как бы очень большой люфт приезжает владелец ну и тот человек после модернизации велосипеда понял что ему наверное не нужен по каким-то причинам вот то что работает не работает неважно все просто вот ненужный велосипед он решил продать его на авито другому человеку и другой человек каким-то образом попал к нам в мастерскую может посоветовали может сам нашел не могу сказать ну и соответственно мы показываем клиенту все проблемы и объясняем ему что здесь не так чтобы он понимал что его не обманывать на деньги именно вот будут делать какие-то определенные работы я вам показываю вот переднее колесо крутить пожалуйста возьмите за очку да вот вот за эти гайки возьмите крутить колесо он провернуть не может у него не крутится колесо потому что ось перетянута когда этого ездили на велосипеде непонятно я беру за звездочку вот так ее дергаю 5 миллиметров это видно это визуально видно то есть миллиметр я бы ну почувствовал на человек показать не смог а тут пять миллиметров болтается звезда ну вот человек показал он понял люфт оси там тоже самое в общем пришлось перебирать заднюю стулку полностью пришлось перебирать барабан а а это долго по времени и по деньгам это не дешево перебрали все сейчас люфта нет вообще никакого ну там тормоза были соответственно настроены роторы кривые это обычно все даже можно ничего не рассказывать там рулевая рубашки тросики и так далее все это мы сделали но к сожалению задний переключатель мы настроить не можем потому что есть проблема с тем что кассета к сожалению некачественная попалась китайская и расстояние вот между первой второй и третьей звездами одинаковая а между 4 5 5 6 6 7 она другое совершенно рандомные случайны там пластиковые проставки стоят видимо они сжимаются по-разному в общем короче переключатель зависает на этих звездах мы его настроили он работает где-то надо дожать где-то надо подождать пока переключится то есть работа такая не на уровне оливии до на уровне там китайского турнея какого-нибудь поддельного типа у нас тут не кассета трещотка то есть можно кататься можно переключаться можно но есть определенные проблемы с быстротой переключения вот такие работы мы провели то есть протянули переднюю втулку сделали нормально заднюю втулку тормоза ротора переклюки и дальше клиент захотел поставить вот такой вот интересный багажник вот видите как он выглядит и как он высоко сидит но клиент будет возить сверху маленькую сумочку с продуктовым набором на работу то есть ему в принципе боковые баулы не нужны и на такой высоте с небольшим там весом килограмм два это все будет работать достаточно нормально и поставили полноразмерные крылья крылья вот такие на данный момент в магазине стоит три с половиной это в принципе ну нормально то что они на алиэкспрессе стали раньше три потом до двух падали там были железные здесь пластиковые крылья встали вот так отлично плотненько сейчас мы ждем клиента если вы крылья устраивают установка то вот в эти посадочные места сюда вот надо саморезики вкрутить которые насквозь пробьет крыло и не будут двигаться и соответственно показать ему то есть вам уже в курсе объяснили про заднюю звездочку скорее всего он сейчас покатается но он уже заказал на всякий случай про запас новую звездочку заднюю чтобы можно было ее поставить потом по мере износа то что будут проблемы с частями или не будут проблемы не знаю покатается если не понравится переключение поставим другую звезду вот из всего что здесь круто это конечно вот как я люблю эта резинка и хомуты вот самая лучшая защита пера это мы берем старую камеру разрезаем ее надеваем и хомутика так прищелкиваем цепь у нас бьется по резинке нас ничего не ржавеет тоже неопреновые защиты под них песок грязь вода забивается они имеют свойство определенное потом со временем ржаветь и окисляться а под резинку у нас ничего не попадет потому что она плотно прилегает на мой взгляд самая дешевая защита бесплатная точнее да и самое лучшее для пера вот берите себе на заметку можно термоусадку какую-то надеть можно резинку можно там еще что-то ну то что вот у вас найдется вот и специальный вырез даже видите по цепь в крыле сделан а тогда прикольно то что впереди у нас одна звездочка ничего нас спадать не будет не спадай к стоит велик а вот лип не очень нравится прикольный рулевую меняете через 23 года что разваливается и ставите промо вот руль с подъемом тоже хорошо это прикольно сделано вот тормоза к сожалению текра они на морозе работают очень плохо вот такой обзор